Радиомания 2015 Всего в конкурсе 12 номинаций. Это и лучшая информационная программа, и лучший ведущий, и многое-многое другое. Поздравляют лауреатов и победителей премии звезды российского шоу-бизнеса. Разные направления и разные жанры на одной сцене. Радиоиндустрия Скажите, пожалуйста, почему вы сегодня здесь? Ну потому что мы как минимум представители радиоиндустрии. И это очень важно, когда ты не только получаешь какие-то эмоции и признание слушателей, радиослушателей, но и признание коллег по цеху радиоиндустрии. Мы работаем в такой организации, которая, в общем-то, причастна немножко к этому празднику. Поэтому мы были приглашены и решили не отказываться от данного предложения. Привет! Радио играет огромную роль в нашей жизни. И здесь мы хотим посмотреть, узнать, кто победил, в каких номинациях, чтобы быть в тренде, узнать, какое радио слушать. Очень важно знать своих героев в лицо, которые каждый день делают нашу жизнь ярче, интереснее и лучше, поднимают нам настроение. Приятно, когда люди собираются вместе, люди одной профессии, да, и раздают друг другу какие-то плюшки. Мы фан-клуб! Фан-клуб! Ого! Первую награду вручали в 2002 году. И радиомания уже успела стать общероссийской главной премией радиоиндустрии. Дорогие друзья, добрый вечер! Спасибо огромное! Очень приятно получить эту высокую награду. Номинация «Высокий профессионализм» в наше время звучит особенно ценно, особенно почетно. Я могу назвать одну из любимых радио. Вы не хотите, чтобы я его звала? Мне объясняют на радио часто, что нам важно, чтобы был фон, как бы полотно некое, вот фон музыкальный, и чтобы людей не раздражало что-то необычное. Дорогой ты, ваш ансон, я вижу, вижу, по-человечку. Еще раз задайте вопрос. Я так обрадовалась, что не услышала ваши вопросы. Иногда даже откровенно говорят, это слишком хорошая песня для нас. Какое у радио будущее? Светлое. Поверьте, светлое. Люди все равно, и у интернета радио будет, и у будущее, и вы тоже знаете почему. Радио в тисках, вот в таких, я понимаю, надо же зарабатывать деньги, надо как-то рекламу, надо какой-то рейтинг, друг перед другом соревнуется. Соответственно, часто это соревнование приводит к тому, что люди соревнуются, кто хуже. Когда у вас плохо-плохо-плохо, и вы один-единственный, это не так интересно, когда все круто-круто-круто, и вы пытаетесь до этого уровня. То есть надо всегда равняться на радиостанции, на хорошие. А понятие хорошей радиостанции, мне кажется, вообще каждому человеку известно. И мы, авторы, тоже в таких очень сильно рамках. Вот есть там 10 радиостанций, в которых можно раскручивать песни? Скажем, если ты на них не поставил на основные, то песни никто твою не узнает никогда. Если бы вы создавали радиостанцию, то какой бы она была? Она была бы ни англоязычной, ни русскоязычной, ни французной, ни французной, ну, как сказать, французной говорящей. То есть это совершенно точно было ремиксы. Не ремиксы, а... Я бы хотела... Я по себе сужу это. Вы меня спросили, да? Я отвечаю, что у меня были бы песни, которые мне нравятся, естественно. Но именно коммерческая музыка отвечает за уровень культурный, вообще, населения большого государства. Я вам лучше могу сказать, у меня выкуплена одна волна, которая уже зарегистрирована как военную французу. Это правда. Прекрасно. Ну, пока я не считаю, что я имею право. Я не набирала пока команды, смесь с другими вещами, но... Ну, а когда хотя бы примерно планируется? Я не буду сейчас это говорить, потому что я не люблю врать. Саму себе хотя бы. Радиостанции несколько, их мало. Те, которые популярны. И у каждой из этих же станций есть довольно узкое направление. А вам большой привет от меня. Я люблю вас. Вы это знаете. Мы показали вам все самое интересное, что увидели на Радиомании. Это была рубрика «Дать шороху». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова